И все начали писать, господи, да не экспериментируй ты лучше, сиди там и жуй. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать котлетки с макаронами. Я посмотрела на свой канал и увидела, что котлеток у меня ни разу не было. Хотя некоторые блюда повторяются по два или по три раза. Поэтому, раскинув мозгами, я решила снять видео. Сначала хотела вместе с котлетками пожарить картошку. Но так как вчера у нас уже была картошка фри, я подумала, что лучше макароны. Котлеты для Айкука я не снимала, хотя надо бы. С сегодняшнего дня уже решила, что восстановлю прежний режим своих видео. Все уже привыкли, что каждый день в 12 у меня видео. И под видео куча негативных комментариев о том, что если не можешь, затем обещать и так далее. С одной стороны, это безумно приятно, что кто-то ждет твои видео. А с другой стороны, ты понимаешь, что это ответственность. Все, теперь я точно обещаю вам, что каждый день в 12 будет новое видео. Возможно, не прямо в 12.00, а прямо в 12.30 или в 12.15. Потому что иногда бывает, что интернет тупит, и видео долго загружается. Котлетки у меня курино-говяжьи. Сколько здесь котлеток? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть котлеток. Еще приготовила здесь вот себе, как всегда, мой любимый соус от Heinz. Соус барбекю. Я уже сегодня завтракала. Так что я не супер голодная. Но макароны я вообще очень люблю. Во-первых, потому что они легко готовятся. Во-вторых, потому что их едят без хлеба. У меня такое ощущение, что это какая-то легкая пища. Хотя это абсолютно не так. Хожу на работу. Последние два дня каждый день иду на работу. Вот сегодня, буквально через час, мне нужно уже выходить. Вообще, я где-то месяц-полтора просидела дома. И я поняла, что это очень-очень скучно. То есть, в любом случае, если даже у тебя есть возможность не работать, в обществе нужно находиться. Я не знаю, на какие-то курсы нужно ходить. Я не знаю, может, просто потому что я привыкла. Сначала школа, потом универ, потом работа. И как-то для меня это привычный ритм жизни. Первый момент, в период, когда я была дома, я не покупала себе даже вещи. Потому что я не видела смысла в этом. Ты идешь на работу, ты видишь, как другие девочки сочетают одежду. Какие у них новые образы. Каждый день они в чем-то новом. Не знаю, новая прическа, макияж. Ты хочешь, не хочешь. Если тебя тоже мотивирует краситься, одеваться. Даже если я буду зарабатывать, например, условно скажем, 300 долларов, и эти же 300 долларов надо будет отдать няне, то я бы ходила на работу, чтобы не сидеть дома, чтобы как-то развиваться. Котлетки очень вкусные. Домашние. Вы часто пишите мне в комментариях, что больше снимать домашней еды. Вот, пожалуйста. Я, с одной стороны, если честно, не понимаю мужчин, которые запрещают своим женам работать. Это просто необходимо человеку для саморазвития. Вот за этот месяц, который я провела дома, мне не было охоты не краситься, не наряжаться, не ходить на какие-то процедуры. Я не знаю, может, я просто такой человек. Может быть, есть женщины, которые сидят дома, и при этом выглядят шикарно. Но я говорю чисто от себя, исходя из своего опыта. Кстати, чё я молчу? Как вам задний план? На самом деле, вы уже давным-давно ничего не говорите про задний план. Сначала мне много писали, что поменяешь что-то и так далее, а потом я начала менять, начала снимать видео в разных частях своей квартиры, и все начали писать, господи, да не экспериментируй, ты лучше сиди там и жуй. То ли я места выбирала какие-то неудачные, но в последнее время всех всё устраивает. Ну, как-то мне самой надоело, что я всегда сижу в одном и том же месте. Вот этот вот задний план, мне кажется, очень интересный. Вот как вы думаете? Мне кажется, ярко, интересно. это я сижу в своей комнате, кто не знает, кто не смотрит мои влоги. Обязательно пишите своё мнение. Но почему-то я уверена, что все начнут писать, что лучше сиди в зале. Здесь ещё вот этот вот сыр, плавленый, обожаю его. Еда, господа, это наше всё. Кстати, сейчас вспомнила, меня спрашивали в инстаграме, не надоедает ли мне такая розовая комната. Мастер, который клеил эти обои, он говорил, что такой цвет очень быстро надоедает, и он не рекомендует их клеить и так далее. Я уже живу в этой комнате лет 5, наверное, и я очень счастлива, но... В последнее время я смотрю дизайн на квартир, где белые стены, и мне так нравится. Я не знаю, только мне это нравится, или сейчас это просто модно. Потолок белый, стены белые, и пол какой-то, знаете, такой коричневый. Ещё двери какие-нибудь белые с золотом. Ой, как мне это нравится. Я раньше всегда думала, что если у меня будет своя квартира, вернее, это была моя мечта, чтобы у меня была своя квартира, и там было всё розовое, до чайника, до унитаза, всё розовое. Но сейчас я думаю, что это глупость на самом деле. Мы покупали эту квартиру без отделки, то есть под маяк, и уже всё, что здесь есть, сделали сами. Ну как сделали сами? Конечно, сделали мастера, но мы придумывали сами. Если бы можно было вернуться назад, поверьте мне, я бы ничего здесь не меняла. То есть это была одна из моих мечт, которая осуществилась. Раньше, когда у нас не было этой квартиры, я всегда мечтала вот именно о такой комнате, чтобы стены были розовые, чтобы потолок был такой красивый, чтобы она была небольшая, был балкончик. У меня, кстати, огромный балкон в комнате. Когда брат приезжает, сразу выгоняет меня из этой комнаты, я собираю свои манатки и сваливаю, хотя у него есть своя комната, просто там нету балкона. У нас в квартире много квадрат, но проблема в том, что эти квадраты распределены очень неравномерно. У меня огромный балкон. Зачем такой большой балкон, а? Зачем? Если комната очень маленькая. Проект очень неудачный. Огурчики такие свежие-свежие. Обожаю. У меня есть такая идея снять видео на балконе. Я даже пробовала. Я поставила туда стол, но чтобы был другой задний план, чтобы при дневном свете как-то интересно, мне кажется, на балконе. Но потом я подумала, что это не очень хорошая идея, потому что у меня балкон смотрит на здание. Соседнее здание будет видеть то, что я делаю, и они немножко меня не поймут. Не все же знают, что такое АСМР, Мукбанг и так далее. Все будут крутить у виска. Хотя при виде моего балкона розового и так все крутят у виска. То есть это в пределах разумного. Котлетки просто божественные, если честно. Я даже думаю, что это очень-очень мало для того, чтобы наесться. И кофе. В стакане с логотипом чемпион. Мы стаканы не покупаем. Мы покупаем чай. Вместе с ними нам даются стаканы. Кстати, о соседях. Недавно поднималась вверх. И у меня в лифте был один парень. Мы с ним доехали до моего этажа. И он такой молчал-молчал, а потом повернулся ко мне и на азербайджанском сказал, вы же Айка Емили? И я такая так засмущалась. Я такая, ну да. Он сказал, что его мама меня смотрит. Так вот, моя соседка. Если ты меня смотришь, обязательно напиши в комментариях или напиши мне в инстаграм. Мне самое интересное. Мы с тобой так близко живем. Между нами всего два этажа. Я живу на два выше. Это лучшие козлеты в моей жизни. Когда я кушаю пластмассовой вилкой, все мне задают вопрос, что почему пластмассовая, почему нельзя взять обычную железную. Я брала всегда пластмассовую, чтобы не делать вот такие вещи. Вот таких звуков. Есть люди, которых раздражают эти звуки. Учитывая эти моменты, я брала пластмассовую вилку. Мои люди простые. Очень хорошее настроение. На улице солнечно. Обожаю, знаете, гулять в такую погоду с наушниками под какую-нибудь любимую свою песню. Кстати, о любимых песнях. Мне очень нравится новая песня Джонни Кометы. Кому тоже, то обязательно пишите в комментариях. Я не знаю, вам слышно или нет, но бабушка болтает по телефону с моей тетей. И болтает очень громко. Но я надеюсь, что это нам не помеха. Мы можем сосредоточиться. Обожаю котлеты. Макаем сюда. Некоторые люди задают такие, знаете, странные вопросы. Вот в Баку, где именно ты живешь? Или дай свой номер телефона. Мне кажется, Берл, это не стичит задавать такой вопрос. Я же не могу скинуть вам свой адрес. Правильно? Сейчас вот пролистываю все вопросы. Вот посмотрите, сколько вопросов. Очень много. А что не крутить? А, это я скрин сделала. Что касается недели влогов. Один момент. Буквально можно 3-4 дня. У меня просто вообще не было настроения. Мне не хотелось ничего снимать. А я считаю, что это мое хобби. Это не работа. То есть, если у меня нет вдохновения, мне не хочется снимать, я это не делаю. И как раз таки это попало время на неделю влогов. И у меня как-то мотивация упала на ноль. Какой смысл сейчас продолжать? То есть, ребят, это же не сериал, правильно? Это мое хобби. Мне очень приятно, что вы очень ждете мои видео. И уже привыкли смотреть каждый день. Поэтому я впредь буду стараться. Вот. Я буду стараться каждый день в 12. Ну, с 12 до часу, так скажем. Все зависит от того, насколько быстро загрузится. Буду стараться выкладывать вам новые видео. Я вот сейчас смотрю, листаю вопросы. На некоторые я отвечаю в своем инста-сторис. Как поделиться ответом, да? На некоторые я отвечаю вот так вот в видео. Но стараюсь, чтобы все вопросы были как-то отвечены, да? Здесь очень много вопросов касательно моего брата. Что почему я не вкладываю с ним фотографии. Когда будут совместные фото? Я хочу, чтобы вы не ждали. То есть, фотографий с братом не будет. Я думаю, что никогда. Потому что, во-первых, он сам не хочет участвовать в этом. Во-вторых, это слишком личное для меня. Вот, хотя, знаете, он такой, можно сказать, прям мукбанкер с рождения. Он может съесть в 3-4 раза больше, чем я. И прям в кайф сесть. Не то, чтобы им заставить себя. Там потом начали предположение, она его не показывает. Потому что он какой-то толстый, урод и так далее. На самом деле, это не так. Я написала, что мы с ним вообще не похожи. Я не имела в виду, что он другого телосложения и так далее. Но с родителем, если честно, не такого же высокого роста. Но я, например, выше мама, почти как папа. А брат у меня намного выше папы. То есть, дело не в том, что мне стыдно его показать. Нет, наоборот, я горжусь им. В одном из влогов он был, кстати. Там немножечко совсем. Но я скрыла это видео. На моем канале есть 3 видео всего скрытых. Вот черты лица у нас абсолютно с ним не похожи. У нас с ним одинаковый носик. Там брови у него другой формы. Губы у него такие пухлые. У меня они такие. Иногда бывает, смотришь, например, брат и сестра. И прям настолько похожи. Вот как будто это мужская версия этого человека, а это женская. У нас такого нету. Вообще, родственники тоже. Так смотришь друг на дружку, никто ни на кого не похож. Может, мне так кажется. То есть, я имею в виду про двоюродных братьев, сестер. Не похожи друг на дружку. Давайте допью, чтобы ничего не осталось. Было очень-очень вкусно. Обязательно пишите в комментариях свое мнение про задний план. Мне кажется, смотрится неплохо. Но я уверена, что вы напишите, что в зале было лучше. На этом все. Я вам желаю приятного аппетита, удачного дня. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok